МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Смотрите сегодня. Переговоры на высшем уровне. Глава Чувашии в составе официальной делегации находится в Японии. Доступная среда. Наша съемочная группа проверила, насколько учреждения столицы Республики удобны для маломобильных граждан. Осторожнее. Госкомитет Республики по чрезвычайным ситуациям просит рыбаков не выходить на лед. Главная политическая новость дня. Переговоры на высшем уровне в Японии. В составе официальной делегации в страну восходящего солнца отправился и глава Республики Михаил Игнатьев. Как Чувашия развивает отношения с японскими предпринимателями и какие проекты иностранные инвесторы могут реализовать в регионе, расскажет Дмитрий Ковалев. Это кадры трехлетней давности. Во время экономического форума в Москве премьер-министр Японии Синза Абе встретился с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. Тогда о перезагрузке российско-японских отношений только начали говорить. За три года стороны реализовали немало проектов. Положительный пример сотрудничества в Республике уже есть. Заокеанские предприниматели открыли в Чебоксарах завод по выпуску жгутов кабелей для автомобилей. Вообще за три года было проведено немало деловых встреч с японскими партнерами. Инвестиционный потенциал Республики презентовали и членам бизнес-клуба «Страны восходящего солнца». Власти Республики оказывают большую поддержку зарубежным инвесторам. Мы уверены, что границы сотрудничества будут расширены. Отношения двух стран в будущем должны подняться на новый уровень, отмечал не раз глава региона. Я абсолютно уверен в том, несмотря на те сложности, которые есть сегодня в мировой политике, японские бизнесмены еще откроют производство, создадут рабочие высокотехнологичные места для того, чтобы наши молодые люди могли трудоустраиваться. И наши будут ездить в Японию, и их молодые люди будут приезжать. Переговоры на высшем уровне уже прошли в японском городе Нагата. Завтра в Токио состоится масштабный бизнес-форум. В столицу страны восходящего солнца уже прибыли больше ста российских предпринимателей. Ожидается, что на одной из сессий выступит и глава Чувашия. Но уже сегодня Михаил Игнатьев провел первые рабочие встречи. К примеру, представители компании GFE Engineering Corporation намерены построить в республике инновационные теплицы. Подобные проекты уже были реализованы в ряде регионов России. Медрик Валев, Республика. Тарифы на водоотведение, электроснабжение и отопление повысятся с 1 июля 2017 года. Но Госслужба по конкурентной политике и тарифам решила уже сейчас рассказать, как изменится плата за услуги ЖКХ. Мы станем платить больше в среднем на 4%. Такой предельный индекс установлен правительством России. В некоторых районах индекс будет несколько выше – 6%. Это связано с реализацией утвержденных программ реконструкции и ремонта. Госслужба рассчитала на примере одного чбоксарского дома, как изменится плата во второй половине 2017 года. Это бульбар Митова, дом 21. Поскольку услуга водоотведения, электрики и газа у нас поставляется одним и тем же поставщиком, основное изменение платежек происходит от поставляемой услуги горячего снабжения и тепловой энергии. В летний период с июля по октябрь, так скажем, будет снижение платы граждан на 1664 рубля или на 61,4%. Тогда, когда уже набор будет в полном объеме, то есть с услугой теплоснабжения, изменение составит на 116 рублей 18 копеек. Это 4,3% роста для потребителей. На брифинге напомнили, если у семьи расходы на коммуналку больше 22% совокупного дохода, то полагается субсидия. В этом году льготами воспользовались уже 20 тысяч семей. Средний размер субсидий – 989 рублей. В бюджете республики эта статья расходов увеличена по сравнению с прошлым годом на 40 миллионов. По данным специалистов, в Чувашии одна из низких плат за услуги ЖКХ по холодному водоснабжению и водоотведению и горячему водоснабжению республика находится на предпоследнем месте среди 14 субъектов ПФО. По стоимости отопления – на четвертой строчке снизу. Третий год в Чувашии в интересах людей с ограниченными возможностями реализуется подпрограмма «Доступная среда». Все приоритетные объекты социальной инфраструктуры будут оснащены пандусами, адаптивными лифтами и подъемными устройствами. При входах должны быть парковочные места для автомобилей инвалидов. Везде ли среда оказалась доступной для жителей и гостей столицы Чувашии, узнавал Родион Архипов. Ревизией подверглись несколько объектов социальной сферы – торговый центр, магазин, ресторан. Руководитель Центра экспертизы сертификации «Доступный мир» Петр Миронов проверял все детально, сразу же обсуждая увиденные нарушения. Так, например, при входе в универмаг Шупашкар парковочные места для автомобилей инвалидов существуют, но, как выяснилось при осмотре, формально. «Представлено непосредственно дорожными знаками организации и непосредственно, как оно организовано, над колодцем, конденсационным колодцем. Снег не убран, соответственно, машины парковаться на это место не могут». Есть также замечания и к размерам пандусов. «Уклон пандуса должен соответствовать 1,20, то есть на 1 метр высоты пандуса на 20 метров длины. Этот показатель должен быть не более 5 сантиметров». Внутри самого торгового центра отсутствует пассажирский лифт для перевозки инвалидов-колясочников. Следующий объект проверки – галерея «Рам», что на первой площадке. Пандус там установлен, но также с нарушениями норм. «Уместо пандуса применили швеллер, а пандус – это поверхность. Опять же, отсутствует поручни с обеих сторон на высоте 90 и 70 сантиметров». Пандусы при входе в дом торговли оказались настолько крутыми, что даже детскую коляску закатить одному человеку. «Уместо пандуса» для перевозки инвалидов-центра отсутствует пассажирский. Следующий объект проверки – галерея «Рам», что на первой площадке. Пандус там лидов-колясочников с нарушениями норм. «Уместо пандуса применили швеллер, опять же, отсутствует поручни, кстати, 90». Пандусы приступили здесь не смогут. История, наводящая на грустные мысли. То ли объекты доступной среды не прошли практических испытаний, то ли люди, построившие их, не понимают, сколько проблем они создали для инвалидов. «Немножко расстраивает одно, что больше всего делают для галочки, для показухи. И некачественными, и специалистами, и непонятно, кто принимает все вот эти вот объекты после переоборудования до оборудования. Хочется, чтобы люди все-таки более ответственнее отнеслись к этому, и хочется, чтобы занимались вот именно государственной программой этой профессионалы. И обязательно, чтобы приглашали нас, людей, которые непосредственно в этом нуждаются, потому что мы, как никто другие, посмотрим, оценим, подскажем. Правда, это одно, что власти слышат, идут на диалог, и уже есть такие отголоски позитивные в сторону решения этих вот, как раз эта государственная программа». Всего на реализацию программы «Доступная среда» в Чувашии заложено около 480 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов. Эти средства пойдут на оборудование образовательных учреждений, учреждений здравоохранения и других объектов. «Всего в реестр приоритетных объектов, которые подлежат переоборудованию и модернизации, включено 126 объектов. Из них на сегодняшний день уже адаптировано 67 объектов». «Эти 126 объектов – это те, которые будут переоборудованы за счет бюджета полностью. А все остальное коммерческого использования, они уже обязаны самостоятельно все делать». Создание «Доступной среды», безусловно, требует немалого финансирования. Но прежде всего необходимо внимательное и человечное отношение к людям с ограниченными возможностями. Родион Архипов, Олег Якимов, Андрей Шоклев, Республика. Одна из самых актуальных тем сегодня – профилактика гриппа. Как не заболеть, как вовремя распознать симптомы и как, наконец, лечиться от этого опасного недуга, расскажет Юлия Важенина. Ежегодно вирус гриппа подхватывает каждый третий житель планеты. Только в России каждый год число заболевших варьируется от 27 до 41 миллиона граждан. Причины острых заболеваний дыхательных путей – около 200 возбудителей. Из них 170 – вирусы, остальные – бактерии. Для того, чтобы заразиться, необязательно контактировать с больным человеком. Можно зайти в магазин, городской транспорт, кабинет поликлиники, где были до вас чихающие, кашляющие. Размножаются вирусы с огромной скоростью. В связи с ростом в последнее время заболеваемости гриппом и рвы, мы вообще рекомендуем поменьше бывать в общественных местах. Если мы все-таки там часто бываем, пользоваться медицинскими защитными масками. Если мы посещаем часто общественный транспорт и магазин, чаще мыть руки, промывать нос, чаще гулять на свежем воздухе, больше употреблять в пищу продуктов, содержащих витамин С, это лимон, это клюква, шиповник, всевозможные цитрусовые фрукты, и побольше отдыхать. А если вы все же заболели, то первое, что стоит делать – бороться за чистоту дыхательных путей. В основном именно там и размножается вирус. Если вы почувствовали недомогание, не нужно героически идти на работу, отдыхайте. Так вы освободите дополнительную энергию для вашей иммунной системы, у которой в этот момент начинаются военные действия. Пусть она воюет, а вы ложитесь под одеяло. Не забывайте пить много жидкости и регулярно очищать носовую полость. Полощите горло и воспользуйтесь легендарной вьетнамской звездочкой. Она откроет дыхательные пути и снизит раздражение кожи под носом. И обязательно обратитесь к врачу. Помните, грипп – серьезное заболевание, его течение всегда непредсказуемо. Меж тем, врачи ежегодно предупреждают. Даже слабая инфекция может привести к трагическим последствиям. И если при гриппе не делать вообще ничего, опрометчиво пустив болезнь на самотек, то велика вероятность, что симптомы усилятся. И на этот раз битву с гриппом выиграть будет уже сложнее. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. 10-12 человек в России каждый год погибают из-за неисправности лифтов. 2016-й побил все рекорды. Жертв в два раза больше. Москва, Рязань, Казань. А теперь в реанимации после поездки в лифте оказалась жительница Чебоксар. С подробностями Ольга Пырочкина. Новый год. В больничной палате предстоит встречать Тамаре Серапионовне. И хорошо, если ее к тому времени переведут из реанимации. Впереди у 75-летней женщины серьезная операция на бедренной кости. Так закончилась для нее поездка в лифте дома номер 39 по улице Максима Горького в Чебоксарах. Пациентка поступила вчера, значит, получается, 14 декабря в районе 16 часов. Травмы тяжелые у нее считается, но угрозы жизни у нее на сегодняшний день сейчас нет. В дальнейшем будет планироваться оперативное лечение. Либо остановилась на четвертом этаже и не туда, не туда. Толкала, толкала туда, она свалилась на пол. Я туда упала. Сейчас ничего, нормально сейчас. Ну, конечно, нога болит еще. Двигаться не могу. Вон лежу постоянно. На соседних койках могли бы оказаться внучка и правнучка пострадавшей. Все произошло, когда пенсионерка пошла провожать их на улицу. Мы спускались на этом лифте с седьмого этажа на первый. Я, моя бабушка, я с девятимесячным ребенком. Мы наш, ну, ребенок в коляске. Мы спустились на первого этажа, с ребенком вышли на улицу гулять. Бабушка, ну, обратно решила подняться домой на седьмой этаж. Она не доехала. Вообще с этими лифтами постоянно проблема. Постоянно соседи неоднократно давали заявки, жалобы. На той неделе лифт через день буквально не работал. Соседи, которые выбежали на грохот и крик, отмечают. Связаться с организацией, которая отвечает за лифт, получилось не сразу. Неудивительно. Телефоны, которые указаны на доске информации, читаются плохо. Впрочем, поговорить нам не удалось даже после того, как мы разобрали цифры. По одному номеру мы попали в квартиру, другие недоступны. Неправильно набран номер. Пожалуйста, проверьте правильность набора номера и перезвоните. Сегодня наша съемочная группа таки дозвонилась до компании, которая занимается обслуживанием лифта, в том числе в этом доме. Свою версию озвучил главный инженер. Женщина села в кабину лифта, поехала вниз. По какой-то причине лифт остановился. Женщина предприняла попытку покинуть кабину самостоятельно. То есть она приложила некоторые усилия к двери кабины, открыла их и предоставился доступ к дверям шахты. Она открыла дверь шахты и попробовала выйти. Так как кабина встала чуть выше посадочной остановки, и образовалась щель между полом остановки, то есть этажа, и полом кабины. В итоге она провалилась в шахту лифта. То есть по логике предыдущего спикера, 75-летняя женщина в одиночку разжала двери, которые по личному опыту едва поддаются четырем взрослым мужчинам. И после этого выпала не просто на полэтажа, выше которого остановился лифт, а еще и нырнула в шахту. Как все произошло на самом деле и кто виноват, покажет расследование Ростехнадзора. Правда, начнут его в том случае, если степень последствий окажется тяжелой. Соответствующее заключение за медиками. Ольга Пырыщкина, Андрей Шоклев, Республика. Ситуация с африканской чумой свиней в дикой фауне остается на контроле республиканских органов власти. Сегодня на территории Чуваши в режиме карантина находятся три эпизоотических очага в Алатарском и один в Парецком районах. Весь комплекс первоочередных мероприятий по локализации выявленных очагов заболевания выполнен, сообщают в госсветслужбе Чувашии. Продолжается выполнение мероприятий, утвержденных в госсветслужбе Чувашии, направленных на ликвидацию и недопущение распространения заболевания. По завершении проведения мероприятий карантин будет снят и ведутся ограничения, такие как запрет на ввоз свиней продуктов животноводства, запрет на реализацию свиней на территориях первой и второй угрожаемых зон, за исключением хозяйств, имеющих третий и четвертый уровень биозащиты. Наша задача – не допустить распространения заболеваний на территории республики. Остановить распространение ЧАЭС можно только при активном содействии всех владельцев животных и жителей республики. Ловись рыбка. Если в прежние времена рыбалка была способом добывания пищи, то теперь она превратилась в вид спорта, хобби и вариант активного отдыха. Но не стоит забывать, что именно зимняя рыбалка таит в себе много опасностей. Лиса, меня это научил ловить рыбку. Чего проще? Подойди к проруби, опусти хвост. Чего? Опусти хвост в прорубь. И приговаривай. Ловись рыбка, большая и маленькая. Ловись рыбка, большая и маленькая, приговаривает не только волк из мультика. О хорошем улове мечтают и все любители рыбалки. А зимняя рыбалка – это одновременно азарт и преодоление опасностей. Это тренировка выносливости, это демонстрация искусства рыбной ловли. В общем, зимняя рыбалка – это настоящий спорт. Как только на водоемах появляется первый еще хрупкий лед, любители зимней рыбалки активизируются. При этом многие напрочь забывают об осторожности. Спасатели Чувашии вновь напоминают о том, что рыбалка может закончиться трагически. К спасателям присоединяются энергетики, напоминая об опасности рыбной ловли в нижнем бьефе поблизости от гидроузла. Здесь лед ломается, так как в течение дня уровень воды ниже ГЭС меняется. Амплитуда достигает двух метров. По данным ГКЧС, с начала 2016 года на водных объектах зарегистрировано 46 происшествий. В них погибло 43 человека, 23 были спасены. В период с ноября по декабрь до наступления устойчивых морозов лед не прочен. Днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, он становится пористым и очень слабым. Хотя сохраняет достаточную толщину. Не стоит забывать, что безопасным для человека можно считать прозрачный лед толщиной не менее 5 сантиметров, а для групп людей 7 сантиметров. Нельзя пробивать рядом много лунок и собираться большими группами в одном месте. Не стоит ловить рыбу у промоин, какой бы клев там ни был. С собой обязательно нужно взять термос с горячим напитком. При соблюдении правил безопасности отдых на водоеме зимой доставит вам только удовольствие. Юлия Важенина, Республика. 19 декабря во всех районах Чувашии кино покажут бесплатно. В Республике пройдет акция «День кино». В понедельник во всех районах и городах Республики будут работать более 170 площадок. Кинотеатры, дома культуры, библиотеки, музеи. Там пройдут бесплатные сеансы художественных фильмов «Вовочка», «Девчата», «Охрана» и других. Подробную афишу можно посмотреть на сайте Минкультура Чувашии в баннере «Год российского кино». Сегодня на одной из Чебоксарских улиц временно наступила весна и зажурчали ручьи. Вот такие кадры прислали в нашу редакцию мобильные репортеры. Из-за прорыва трубы в центре столицы Республики частично затопило тротуар и проезжую часть. При этом сразу три жилых дома по проспекту Ленина остались без воды, сообщают коммунальщики. Весь день на месте ЧП работали бригады водоканала. К вечеру аварию удалось устранить. Зима, дама капризная, сегодня снег с дождем, завтра гололед и метель. Столбик термометра тоже ведет себя непостоянно. Какая погода ожидает жители Республики в ближайшие дни и придут ли сильные морозы, нам рассказали в гидрометеоцентре по Чувашии. В грядущие дни в Республике сохранится неустойчивая погода. За такое непостоянство в ответе гребень антициклона, который проходит по территории Чувашии и серия циклонов, гуляющих по северу европейской части страны. Все вот эти вот дни до середины следующей недели местами ожидаются небольшие, а 17 числа днем умеренные осадки в виде снега. Возможно, слабая метель. Температуры воздуха в ночь на 16 число, минус 19,24. В связи с прохождением фронта температура воздуха поднимется ночью до минус 10,15. Дневные температуры у нас, ну так скажем, более-менее стабильные, минус 8, минус 13 градусов. Впрочем, по данным некоторых источников, в середине следующей недели столбик термометра опустится до 30 градусов ниже нуля. Возможно, ночные температуры понизятся до минус 25, а днем все-таки же будет минус 11,16, 12,17. Но, так как видите, погода очень неустойчива, поэтому сейчас с точностью 100% говорить о том, что будет именно так холодно, я пока не берусь. Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы «Республика». Наши новости и программы смотрите на сайте ntrk21.ru. Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин